В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О доступном и комфортном жилье состоялось заседание комитета городской думы. Альтернатива закруткам. Как легально продать свой урожай? Королева спорта. На Икаре прошел чемпионат города по легкой атлетике. Далее расскажем обо всем подробно. В этом году детская библиотека имени Пушкина отмечает юбилей. В честь этого события директор учреждения предложила депутатам городской думы наградить двух сотрудников Пушкинки почетными грамотами. Этот вопрос народные избранники рассмотрели на заседании профильного комитета. Также речь шла об обеспечении саровчан доступным и комфортным жильем. 12 квартир в доме по улице Зернова 24 бесплатно получат очередники. Право на застройку этой территории предоставили в обмен на продажу застройщикам 30% квартир в доме городу по цене в 17 тысяч рублей за квадратный метр. Итоги муниципальной программы обеспечения саровчан доступным и комфортным жильем на думском комитете представила начальник управления по жилищным вопросам Елена Кельина. Мы эти квартиры заказываем сами по метражу, исходя из интересов наших очередников. К сожалению, остался очень большой слой. Это одиноко проживающие граждане, уже ближе к пенсионному возрасту, который, к сожалению, не сложилось в семейной жизни. Они у нас живут в общежитиях. И сейчас вот трое из них поедут в однокомнатные квартиры, очень уютные, 27,9 метров. Такие, ну, комфортные. Девять трехкомнатных и три однокомнатных квартиры передадут очередникам с отделкой, электрическими плитами и сантехникой. Переезд новоселов на Зернова-24 освобождает комнаты в общежитии и маневренном фонде, что в общей сложности приводит к улучшению жилищных условий примерно для 50 человек. Эти 12 квартир дали такой эффект снежного кома. Мы благодаря распределению получили еще две двухкомнатных хрущевки, четыре общежития квартирного типа, несколько комнат и блоков в общежитии и еще, скорее всего, будет две квартиры в спецфонде для отдельных категорий граждан. Также в марте этого года семь молодых семей получили свидетельство на жилье. В общей сложности приобрели 361 квадратный метр жилой площади стоимостью 28 миллионов рублей. Ну, так как у нас ценовая политика, ну, довольно-таки высокая в городе, а в рамках программы жилье можно приобретать и за пределами города на территории Нижегородской области, поэтому у нас были приобретения и Арзамас, и Первомайск, и город Нижний Новгород. И, по-моему, еще Сатис, да. И в Сатис одна квартира. Четыре квартиры также в этом году получили дети-сироты. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. До 30 ноября на улице Московской будут работать павильоны, с которых горожане смогут продавать плодовощную продукцию со своих огородов. Торговые места бесплатно предоставляют саровчанам, которые не зарегистрированы как предприниматели и могут подтвердить наличие сада или огорода. Подробности далее. Для садоводов и огородников, которые хотят продавать свой урожай, организованы ярмарочные площадки у магазина «Перекресток» на улице Московской. Торговые места бесплатно предоставляются саровчанам, которые не зарегистрированы как предприниматели, не перепродают продукцию и могут документально подтвердить наличие сада или огорода. В противоположных случаях за возможность продавать в павильонах необходимо будет заплатить. Работает она с утра до 7 вечера. В 7 вечера, безусловно, уже становится темно, но, тем не менее, там уже гражданин сам решит, в какое время ему выйти. Это не обязано, что он должен выйти в 9 утра и, например, до 7 вечера там отстоять. Нет, он может выйти в любое удобное для него время, будь это, может быть, в обеденное или в вечернее, чтобы он захватил высокий трафик пешеходов и покупателей. Кроме плодово-овощной продукции, продавать в павильонах можно и саженцы, кустарники, растения, цветы. Все, что выращено на огородной земле. Реализовывать мясо и молочную продукцию в ярмарочных павильонах запрещено. Она требует у нас прохождения ветеринарного контроля. С этой продукцией можно уже обращаться на рынок, на наш городской рынок, торговый парк АСС, Димитрово 8. Там у нас работает ветеринарный врач. Будет продукция вся проверена. И осуществится допуск именно для реализации этой продукции на рынке в рамках и в помещении специализированном. Продавать урожай на ярмарочной площадке можно будет до 30 ноября. Всего у магазина «Перекресток» оборудовано 12 палаток с двумя или тремя торговыми местами. Также предусмотрены места для автолавок. По всем организационным вопросам обращайтесь к Ольге Николаевне Крюковой по телефону 75458. А если вы хотите приобрести урожай, рассаду или фермерскую продукцию из первых рук, то приходите в воскресенье 18 сентября на традиционную осеннюю ярмарку в торговый парк АСС. Горожане знают, это ежегодный формат. Один раз она у нас проходит осенью, приурочена к сбору урожая, о том, что там можно закупиться овощной продукцией, сделать заготовки на зиму, точно так же побаловать себя и сувенирами, и прекрасная качественная рассада будет представлена, саженцы плодовых деревьев. На торговые точки соберутся продавцы из разных регионов – Нижегородской и Владимирской областей, Республики Мордовия и Адыгея. Ярмарка начнет работу с 8 часов утра. В эти выходные в Ледовом дворце стартует сезон массового катания, начало сеанса в 20.00. Билеты можно приобрести в кассе Ледового дворца или на сайте «Умный Саров». Другая важная информация в подборке коротких новостей. МОИ МВД России по ЗАТО Саров начинает формировать новый общественный совет. Подать заявку или направить предложение можно до 20 сентября. Войти в общественный совет не могут граждане иностранного государства, несовершеннолетние, недееспособные, ранее судимые и так далее. Документы можно принести в здание полиции на советской дом 1, кабинет 403. Подробности по телефону 60602. Для справки, общественный совет может участвовать в разработке и рассмотрении концепции программ и инициатив по наиболее актуальным вопросам деятельности органов внутренних дел. Три нижегородца заразились энцефалитом и 11 барлиозом после укусов клещей этим летом в Нижегородской области. Всего с медицинской помощью за присасывание клещей обратилось более 8 тысяч человек, сообщил Роспотребнадзор. Сезон активности паразитов еще не закончен. Они могут присасываться вплоть до ноября, пока не ляжет устойчивый снежный покров. ГТО сдаем семьей. Мама, папа, дед со мной. Центр тестирования ГТО Сарова проводит творческий конкурс для всех желающих семей города. Формат работ, поделка, фотография, рисунок, калаш, плакат, электронное изображение, видеоролик, длительность не более пяти минут, проект, игры. Связь с темой комплекса ГТО обязательно. Работы принимают до 4 декабря на электронную почту gto.sarov-sport-sobacomail.ru или в Центре тестирования ГТО в здании бассейна «Дельфин». Уточнить информацию можно по телефону Центра тестирования ГТО 9-93-94. Все участники получат дипломы, а победителей ждут призы. Российские школы перейдут на единые базовые общеобразовательные программы. Соответствующий законопроект принят в первом чтении. Минпросвещение должно их утвердить до 1 марта, а школы должны перейти на их реализацию до 1 сентября 2023 года. Для начальной школы это будут программы по русскому языку, чтению и окружающему миру. В средней по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Кроме того, госзаказ на разработку учебников и учебных пособий будет направлять Минпросвещение. Ведомство также утвердит авторский коллектив учебников, а исключительные права на них будут принадлежать Российской Федерации. Педагог детской школы искусств Дарья Кварта приняла участие в нескольких конкурсах, где стала лауреатом первой степени. Кроме того, на международном конкурсе вокального искусства «Музыкальные страницы» Сыровчанка получила диплом Гран-при. Во время летних каникул педагоги не только отдыхают, но и продолжают повышать свое профессиональное мастерство. Дарья Кварта, педагог детской школы искусств, приняла участие сразу в нескольких международных вокальных конкурсах. И во всех добилась высоких результатов, стала лауреатом первой степени. А на конкурсе «Музыкальные страницы» Дарья Александровна взяла свое первое Гран-при. К старушке веселый щенок подошел, За юбку схватил и порвал ее угол. А годом было в это время свежо, Старушка проснулась от кожи дрожжа. Мы записали видео Кабалевского сказка о старушке с концертмейстером Рыжовой Ольгой Владимировной. Просто очень интересное произведение. Там можно сделать его театрально, то есть показать всякие образы разные. Это очень интересно, даже немного смешно, может быть. С конкурса «Музыкальные страницы» также пришел и отзыв члена жюри, который отметил, исполнительница в своем выступлении демонстрирует чистую интонацию и прекрасный тембр голоса. Участнице присуща сценическая свобода. Она активно использует и актерское мастерство. Также прослеживается работа с исполнительскими нюансами. Дарья Кварта получила и специальный приз за артистизм. Участвуя в различных конкурсах, педагог показывает пример своим ученикам и сама учится новому. Всегда нужно учиться и продолжать учиться. Даже я всегда вспоминаю, когда смотрю Анну Нетребко, это очень известная оперная певица. И она настолько, будучи всемирно известной певицей вообще по всему миру, она говорила, что когда она возвращается в Москву, она всегда идет к своему педагогу, который научил петь, и просит что-то исправить. Хотя там нечего исправлять. Своих учеников Дарья Кварта также привлекает конкурсные деятельности, чтобы у юных вокалистов была хорошая сценическая практика. Сейчас педагог готовится к новым конкурсам и фестивалям вместе со своими воспитанниками. Праздник осени для жителей своих округов провели депутаты городской думы Нонна Левина и Иван Ситников. Для гостей организаторы подготовили конкурсы, игры, викторины. Малыши развлекали ростовые куклы, а для ребят постарше и взрослых прозвучал концерт в исполнении коллективов Дворца детского творчества. Осень радует нас яркими красками и обилием урожая, но также это время дождей и пасмурного серого неба. Чтобы порадовать своих избирателей в ненастную погоду, подарить им заряд бодрости, хорошего настроения, а школьников поздравить с началом нового учебного года, депутаты Иван Ситников и Нонна Левина устроили для жителей осенний праздник. Помогали им в этом приглашенные ведущие, ростовая кукла «Лемур» и творческие коллективы Дворца детского творчества. Ни вблизи, ни вдали, Я не знаю земли, Лучше той, что меня растила. Это второй праздник, который депутаты устраивают сообща. Первые народные избранники провели весной этого года. Как рассказал Иван Иванович, жители оценили инициативу. В планах депутатов сделать такие встречи традиционными. Я думаю, что праздник удался. На нем было где-то порядка 150 детишек и взрослых. Были такие творческие находки. Хотелось бы отметить выступление творческого коллектива Дворца детского творчества под названием «Звездопад». И хотелось бы сказать большое спасибо директору этого дворца, Светлане Анатольевне Калипановой, за то, что она разрешила проводить и дала свои творческие коллективы для участия. На стадионе Икар прошел чемпионат города Сарова по легкой атлетике. Спортсменам предстояло пробежать несколько дистанций от 100 метров до 3 километров. На соревнованиях побывала и наша съемочная группа. Основной вид спорта Дмитрия Бакайкина – лыжные гонки. Ими он занимается 15 лет. А вот бегать спортсмен начал примерно год назад. Для Дмитрия городской чемпионат по легкой атлетике – контрольная тренировка, чтобы проверить свои силы и физическую подготовку перед московским марафоном. На соревнованиях Дмитрий выбрал дистанцию 3000 метров. Я не совсем знаю всех конкурентов, поэтому я не могу сказать, получится сегодня выиграть или нет. Ребята приехали некоторые новые, очень сильные. И что ожидать от себя, в первую очередь, я тоже не знаю. Посоревноваться в беге на стадион Икар пришли не только профессиональные спортсмены, но и любители. Елена Козлова – бывшая воспитанница Марина Мачкаевой. После долгого перерыва в легкой атлетике Елена решила испытать себя на дистанции 100 метров. У меня ребенок занимается спортом, хоккеем, и я решила, как мама спортсмена, попробовать себя опять в спорте. Получится ли у меня это или не получится. И с июля месяца я тренируюсь потихонечку. В субботу ездила на спартакеаду, попробовала свои силы на 60 метров. У тренера Марина Мачкаевой в чемпионате и первенстве города по легкой атлетике участвовали порядка 40 воспитанников. Школьники и студенты с РФТИ. К участию в забеге также подтянулись и сами родители. Ну, в августе месяце мы собрались после отдыха и потихонечку начали готовиться. Ну, и еще что отравлено, что наши дети, воспитанники спортивной школы «Икар», «Дюшикар», пригласили своих родителей выступать на этих соревнованиях. Чемпионат и первенство города по легкой атлетике для Сарова стал уже традиционным. Соревнование проводится на протяжении 30 лет. В нем принимают участие разновозрастные бегуны. Всего на забеге предусмотрено 4 дистанции. 100, 400 метров, 1500 метров для женщин и 3000 метров для мужчин. В нем принимают участие сотрудники радиоценеев, студенты, даже маленькие дети сегодня пришли 6-10 лет. Также работники муниципальных организаций и студенты с арфтимедколледжа. Возрастные группы участников от маленьких, от 6 леток и до 55 и старше. Есть и по 75 лет, которые бегают, участвуют в соревнованиях. Здесь у нас участвуют спортсмены, чемпионы России. Участников легкоатлетического забега поздравила призер Олимпийских игр Татьяна Фирова. Призовые места распределили по возрастным группам в категории мужчин и женщин. Победители чемпионата и первенства по легкоатлетике получили подарочные сертификаты в спортивный магазин. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.